Мир вам! Перед нашей молитвой, как всегда, мы прочитаем Слово Божие и поразмышляем, прославим Господа в молитвах наших и нужные Ему принесем наши. Я прочитаю из книги Псалтири, Псалом 137, первые пять стихов. «Славлю Тебе всем сердцем моим, пред Богами пою Тебе. Поклоняюсь предцветым храмам Твоими, славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я вас звал, Ты услышал меня, вселив в душу мою бодрость. Прославим Тебе, Господи, все цари земные, когда услышать слова уст Твоих». Братья и сестры, вот что самое главное, я вот размышлял на этой неделе, думаю, что нужно человеку, вот самое основное. Конечно, хлеб и воду нужно, да, одежда нужна, жилье нужна, много что нужно, здоровье нужно. Я думаю, самое основное для человека нужно. Мы можем даже этого не замечать. Люди мира сего, которые не веруют в Иисуса Христа, они точно этого не знают. Если им скажешь, они просто посчитают тебя за безумным человеком. Ну и сейчас, вот в данном случае, в последнее время, и христиане, как бы, уже отвыкли многие от этого. А самое главное, нужно Слово. Слово Божие. И оно у нас у всех есть, Слово Божие. Но Слово Божие нужно больше того, что написано, не только больше, что в Писании написано, но чтобы и Господь сам проговорил к нам, чтобы Он открывал нам Своё Слово. Вот думаю, для чего вообще Господь, ну, спас нас и вот оставил у нас здесь на земле? Ну, много можно перечислить, что и для благовестия, для прославления Его, вот, для служения Ему и так далее. Но что хочет Господь, и о чём писали апостолы к церквям? Апостол Павел, в частности, написал такое слово – радуйтесь. Господь хочет, чтобы мы в этой жизни, несмотря на скорби, радовались. Возможно ли это? Вот возможно ли это – радоваться? И почему человек Божий, он чаще всего, часто грустит, но не радуется? Всем хотелось бы это иметь радость. Я вот, я на сто процентов уверен в этом. Все хотелось иметь радоваться. Все хотели радоваться. Всегда. Вот с утра до вечера радоваться. Представляете, какая жизнь была бы у нас, вот, когда у тебя на сердце всегда радость. Всегда. Можно ли это иметь или нет? Вот апостол Павел имел это. Он написал в церкви, что всегда радуйтесь. То есть, он как бы, что, он подразнил нас, так вот, всегда радуйтесь, а сами, ну, вы смотрите сами, как получится у вас, нет? Я думаю, знаете, братья и сестры, почему радости порой не бывает, и, может быть, некоторые даже, как бы, немножко отчаивались, отчаялись и загрустились, сказали, ну, как есть, так она и есть. Может быть, я и не достигну этой радости никогда. Может, только в небе будет там радость. Вот помните, когда в притче 15 главе от Луки, когда блудный сын вернулся к отцу, и там написано, начали веселиться, то есть, радоваться. И эта радость у них продолжалась, началась только вот здесь, на земле, и она никогда не закончится, никогда. Она будет здесь, и она продолжится в вечности всегда. Всегда. Вот хорошее состояние, да, человек, вот радостно так жить. И вот мы сегодня, кстати, молимся о лжеучении, обольщении. Вот что-то нас, может быть, обольщает или как-то разочаровывает, и мы не понимаем, это что. И вот Господь говорит, что Он Слово Своё возвеличил выше всякого Его имени. У Бога говорят, что больше 700 имён. Ну, так, я слышал. Богословы пишут. А вот Слово Своё Он возвеличил больше, выше всякого Своего имени. Оно важнее всего, Слово Его. И если Слово Его, вот Слово, которое мы имеем, Библию, если в своём понимании её немножко, вот чуть-чуть исказить, где-то недопонял, где-то там что-то, как-то, и что-то неправильно. И вы знаете, и порой человек вот с этими мыслями, он живёт, что он понял. Может быть, в детстве когда-то он понял вот какую-то истину, и он с этой живёт, и он думает, что это правильно. И думает, почему у меня радости нету? Вы знаете, братья и сёстры, может быть, кто-то неправильно понял Слово Божие. Может, что-то неправильно понял, может, какие-то доктрины или учения и Слово он принял неправильно, и тогда у него не будет этой радости. Оно никогда не будет. Ну, в вечности, конечно, будет. Но здесь, на земле, он может не радоваться, он может грустить. И вот знаете, вот апостол Павел пишет к римлянам в 10 главе. В 10 главе к римлянам он пишет такие слова. «Братья, желание моего сердца к молитве к Богу об Израиле, во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо, не разумея праведности Божией и усилия испоставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Вот если Израиль в данный момент, он не покорился праведности Божией, и они стараются поставить свою праведность, усиливать свою праведность, вот, то у них, конечно, не будет радости. Конечно, Господь начнет говорить с ними, и Он даст им эту радость, всей нации израильской даст. Вот. Но нам уже, нам уже, Господь, когда нас Он спас, Он дал нам эту радость. Ну, может быть, где-то мы и потеряли, эту радость. Просто неправильно поняли Его Слово. И вот, смотрите, в 14 главе также Павел пишет, «Ибо Царствие Божие не пищи и питьё, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Христиане в Риме спорили между собою, как вот им спастись. И кто-то начал предлагать из еврейских христиан, они начали предлагать, говорят, ну, надо же исполнять праздники. Вот надо, вот это есть, а это не надо есть, кушать. Вот в этом надо, можно одеваться, а это не надо одеваться. И так далее, и так далее. Вот. И апостол Павел, он, видя это, он понимая Евангелие, потому что Господь ему открыл, он начал объяснять им, что вот Царствие Божие, вот эта радость, это не пища и питьё. То есть не в этом дело. Совсем не в этом дело, что вы едите и что вы не едите. Какие праздники вы соблюдаете, а какие не соблюдаете. Разве в этом дело? Потому что он говорит, что Царство Небесное – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Вот когда сходит Святой Дух в сердце человека, он человека спасает. И он даёт, что, братья и сёстры, он даёт праведность. Праведность Иисуса Христа. Этим летом я разговаривал с одним служителем на его работе. Ну, не из нашей церкви. Я говорю, ну, вот я ему так говорю, вот мы же имеем праведность Иисуса Христа, праведность Божию, совершенную. Его праведность. То есть мы праведны так же, как Иисус Христос. Он смотрит на меня, говорит, ну ты что так говоришь? Я говорю, ты в это не веришь? Он говорит, конечно, нет. Как мы можем быть праведны, как Иисус Христос? Это же Иисус Христос. А мы кто? Я говорю, ну сами-то мы, конечно, грешные. Я говорю, ну праведность-то его на нас. Он смотрит как на нас? Как он смотрит на нас? То есть что такое праведность, братья и сестры? То есть у Бога есть закон, и вот перед этим законом мы праведны. То есть мы, Бог считает, что мы исполнили закон. И что мы его никогда не нарушали, этот закон. Никогда. Потому что написано, что мы оправдались верою. Оправдать – это, то есть, это не когда судья оправдывает человека, когда он читает приговор, он не говорит, потому что нет доказательств, и так далее, и так далее, ну и тогда ты оправдан. Нет. Он так не говорит, судья. Я не знаю, слышали вы на суде когда-то, был кто? То есть он закрывает книгу свою, и говорит, так как состава преступления нет, то и дела нет. То есть дело не возбуждается. Оно не закрывается, это дело, оно вообще не возбуждается. То есть его нет. Потому что он смотрит, а закон-то не нарушен. Все соблюдено. За что? Почему открывать дело, заводить дело, допустим, на подсудимого, когда закон-то не нарушен. Вот так же Иисус Христос подарил нам свою праведность, и он смотрит, Бог смотрит, Отец наш смотрит только так же, как на своего Сына. Но в это надо поверить. Вот в это надо поверить. Для человеческого ума, просто для человеческого ума, это безумие. Для многих христиан это безумие, я скажу. Они не верят в это. Они стараются так же, как еврейский народ израильский, поставить собственную праведность. То есть доказать Богу, что они могут что-то сделать, чтобы Бог обратил на них внимание. Они стараются и за день в день это делать. И с года в год. И они всю жизнь могут это делать. И стараются, и стараются, и стараются. И, естественно, у них не будет никогда радости. Но когда человек принимает это верою, что он имеет такую праведность, такую же, как Христос имеет, тогда что происходит в сердце у него? Тогда у него в сердце происходит мир. Вот написано дальше. Праведность, мир. То есть сердце успокаивается, совесть успокаивается. Почему совесть, она постоянно неспокойна у человека? Почему? Потому что она понимает там внутри сердца, что она нарушила закон. Поэтому она неспокойна. Только поэтому она неспокойна. Она понимает, ум даже не понимает, а сердце понимает, что она нарушила закон. И она неспокойна. И она старается, ну, что-то представить Богу. Что-то. Я не знаю, что можно представить. Помолиться. Почитать слово побольше, чем ты вот каждый день читаешь. Подольше помолиться. Ну, какие-то добрые дела пойти сделать. И он думает вот этим-то, и Бог обратит на него внимание. И тогда сердце мое успокоится. И оно успокаивается на время. Но потом оно опять начинает. И он думает, наверное, мало я все-таки этого сделал. Надо еще побольше. И вот это происходит, может происходить всю жизнь. И человек Божий, он должен жить в радости. То есть Бог хочет, чтобы он жить в радости. Но дьявол, вы знаете, дьявол, он же отец лжи. Он очень хитрый. И он обманывает часто нас. И вот, когда этот мир наступает на сердце, то что, братья и сестры, то в сердце начинает зажигаться радостью. Вот там радость. Когда, помните, ангелы с неба возвестили пастухам, они говорят, радуйтесь. А они испугались. Как радоваться? К чему радоваться? Вот спаситель. Никто не может понять. Апостолы, будущие апостоли, шли с Иисусом Христом, и они не могли понять. Они не могли даже понять, что Царство-то, ну, Христос пришел установить в сердцах их них, свое Царство, и на небе у Его Царства. Они думают, что здесь, вот здесь Царство. Они уже радовались и приготовились со Христом сесть вот на престоле в Израиле там, и они спорили между собой, кто же больше из нас. Вы знаете, что вот сейчас, допустим, происходит? Ну, я вот как по моему ведению, это то же самое происходит, как в дни древние. Вот почему вот эти сейчас события такие происходят. Это происходит как в дни древние, что это Ветхий Завет. То есть пытаются здесь установить это Царство. Те, которые хотят установить это Царство, ну, это, естественно, еврейский народ, из евреев там люди, они хотят здесь установить это Царство. И даже я слышал там одного, он говорит, что там, мы не знаем. Мы знаем только, что здесь, на земле. То есть кто может поверить из людей, что там на небесах есть Царство Божие, что там есть место, куда Господь возьмет Церковь Свою, и оно вечно будет там. И знаете, для чего Господь, вот я размышлял, для чего Господь создал вообще землю? Вот для чего Он ее создал? Ну, вот конечный итог, конечный, я вот скажу свое мнение, конечный, это чтобы Церковь, Церковь, она была вечным памятником Божьей благодати. Когда все закончится, вся Вселенная, а там же много, и Ангелы, и Архангели, и Хурвимы, вот вся Вселенная, всю Вечность будет смотреть на Церковь и видеть, что вот это Божья милость, Божья благодать, Божья любовь. Почему, я сейчас скажу вам, почему я так, потому что, когда были созданы вот Ангел, Архангел, и вот этот Архангел Люцифер, да, Люцифер, то же он-то, ну, как по моему пониманию, я вот смотрю по Писанию, если все это суммировать, почему он ушел и обольстил Ангела, обольстил, и Ангелы с ним пошли, потому что он сказал при всех, что ты не любишь нас, Богу, ты создал для чего нас, чтобы господствовать над нами, вот дай мне свой престол, дай я что, вот такую же славу, как у тебя это имеешь, тогда я поверю, что ты, как бы, не из корыстных побуждений создал нас. И он то же самое сейчас, и когда он в рай вошел, он то же самое по сознанию Адаму Еле сказал, и то же самое он говорит всему миру, что Бог вас не любит. То есть он сомневается, делает такое, чтобы люди сомневались в любви Божьей. И второе, братья и сестры, для чего церковь будет на небесах, она будет управлять этой вселенной. Бог создал церковь, чтобы она управляла не здесь на земле, а в небесах, чтобы она управляла не вот крошечной, где-то вот здесь, вот как бы мы думаем, ну, нам хотя бы немного, там чуть-чуть, что-нибудь. Нет, Господь создал церковь, вот вы, в частности, здесь сидите, я и много христиан на земле, да, они будут управлять этой вселенной вместе со Христом. Когда явится Христой, жизнь наша, тогда и мы явимся во славе. А сейчас это все сокрыто. Сокрыто от ангелов, сокрыто от падшего этого ангела, от бесов сокрыто это все. Хотя, я думаю, дьявол понимает это, что-то. Потому что он очень зол на церковь. Знаете еще почему? Не потому что, и потому что оно Божие творение, но и не только. Потому что он вкусил, как там хорошо. Он был там, он знает, что там очень хорошо. И он знает, что он туда больше никогда не вернется. И хотя бы здесь он хочет установить свое царство, хотя бы здесь, хотя бы здесь людей подчинить себе. Он знает, что он проиграл, но хотя бы, потому что, ну, не дает его сердце злое успокоиться. И как бы, вот, знаете, сложить руки, смирение сказать, ну, прости меня, прости меня, вот. Ну, получилось так, прости. Он этого никогда не скажет. Вот. Поэтому вот эту радость, и Господь сказал, что когда он придет, да, то у нас будет такая радость, и радости этой никто не отнимет. Никто. Здесь у нас порой отнимают ее, братья и сестры. И вот, что, почему я прочитал вначале это слово, и псалма, о слове Божьем, что слово Божие, оно дает радость. Правильное понимание. Мы можем не знать всю Библию, допустим, все учения, но не все христиане могут понимать, хотя нужно к этому стремиться. Нужно. Но больше всего радости дает сердцу нашему это слово Божие. Слово Божие, когда мы его, вот, хотя бы немного, но мы его понимаем правильно. Знаете, как у Спержина, вот, вы знаете, это проповедник, английский, король проповедников, его так называют в народе. Ему вопрос такой задали. Скажите, мистер Спержин, вот, какая проповедь, по-вашему, самая хорошая? И что он сказал? Самая хорошая, это правильная проповедь. Она может быть не такая богословская, что-то очень высокое, такие вот глубины истины, но она правильная, по Слову Божию. Вот это самая хорошая проповедь. Вот. И, и, братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся Господу, поблагодарим Его, что у нас есть Его Слово, что Он позаботился так, ну, печется о нас, так лучше сказать, наверное, и оставил нам свое Слово, чтобы мы, вникая в Его Слово, конечно, самому понять Слово Божие невозможно никому, никому, только Господь может открыть, но, прежде чем, чтобы Он открыл Его, я думаю, что нужно каждому помолиться, человеку, прежде чем, вот, попросить у него, Господи, открой мне Его. Знаете, когда без молитвы и так, без смиренного Духа, Господь может и не открыть. Почему? Ну, это немножко гордо как-то выглядит с человеческой стороны. Вот Он говорит, а вот на кого я презрю? Помните, у Исаия, вот на кого я презрю? Вот Бог говорит. То есть, обращу особое, как бы, внимание на смиренного и сокрушенного, на смиренного, передо мной, сокрушенного с сердцем, в Духе. То есть, смиренный, это вот перед словом его. Это не просто там руки сложить или голову как-то вот какую-то позу принять, перед словом, сказать, Господи, я не знаю точно, что там написано, я многое не понимаю, ты мне открой. Потому что, понимает только тот, кто его дал, это слово, а дал его нам Господь. И вот, когда это слово, оно глубоко входит в сердца наши, оно объясняет нам слово, его же слово, нам слово его объясняет, то у нас на сердце мир и радость. И мы радуемся, вот даже скорби приходят, и все равно радуемся. Вот апостол Павел в тюрьме был, кажется, ну, безнадежное положение, закованный с силой вместе. И они воспевали Богу. Вот читаешь, думаешь, в общем, это может быть такое у человека. Ну, мы не закованные, но где-то вот бывает такое, да, какие-то скорби постигло нас или что-то еще. И как вот. И хочется, и хочется же, понимаешь, хочется, чтобы радоваться, вот хочется, чтобы каждый день радоваться в Боге. Для чего же я тогда, как бы, ну, сам себе задаешь, для чего я тогда верующий, для чего я уверовал-то? Для чего я иду вот этим узким путем-то? Ну, неужели только для того, чтобы скорбеть там и вот унывать так? Я не говорю, братья и сестры, кто унывает, да, бывает уныние такое, что тяжело очень возрадоваться. И у меня так же, и у каждого, наверное. Но все-таки, да благословида нас Господь, чтобы в нашем сердце была эта радость, Божья радость, Божья радость. То есть, оно отличается от любой другой радости, от мирской. Да благословит нас Господь, и мы помолимся Ему и прославим Его. Аминь. 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 Аминь.